Резонанс Я был очень горд, причем не тем, что смог получить роль Гарри Поттера, а что в принципе получил роль. Я и понятия не имел, что подписываюсь. Все по местам, готовы? Поехали! Создание мира Гарри Поттера, дубль 1 Свет, камера, мотор! Когда вы начинаете процесс создания любого фильма, вы сталкиваетесь с бесчисленным множеством решений, которые необходимо принять. Это и сценарные решения, и выбор режиссера, выбор тех, кто будет играть роли, кто будет вашим оператором, художником-постановщиком, кто будет вашим художником по костюмам, а кто директором по уже решенным вопросам. Все эти решения несут в себе важнейшую роль в создании будущего фильма, который вам, как продюсеру, ну и конечно режиссеру предстоит создать. И мне кажется, нам очень повезло, что в самом начале мы приняли целый ряд довольно удачных решений, что создало надежную базу для всех остальных фильмов серии. В первый день съемок мы снимали самую последнюю сцену фильма. Я тогда ужасно нервничал и не спал накануне. Крис Коламбус, режиссер. В ту ночь я ощутил всю ответственность за то, что мне предстояло сделать. И я подумал, если я потерплю неудачу, весь мир будет вечно ненавидеть меня. И таким образом я смог взять себя в руки. В этих темных очках твои глаза меньше болят от контактных линз? Да, пожалуй, я их уже сниму. Но между съемками все равно их надевай, не мучай себя. Хорошо. Мы снимали сцену на станции Хоксмит, как дети прощаются с Хагридом, и я сильно волновался. Не мог поверить, что это наконец происходит. Сцена 165, дубль 1 для камер А и Б. Приготовились. Задний план, массовка пошла. Мотор! Тот первый день для меня сейчас как в тумане. Но я помню, что попал на съемочную площадку очень рано. Наверное, часа на полтора раньше, чем надо. Чтобы подготовиться лучшим образом, я чувствовал, что чем раньше я приеду, тем больше у меня шансов. Создать магию в сцене, что ли. И тогда я увидел Дэна в тот первый день. Он тоже нервничал. Ну как, волновался немного. Да я был в ужасе. И главным образом, потому что в тот день было очень много народу. И меня напрягало, что всем было интересно посмотреть на меня. Я пытался слиться с толпой, а все вокруг. Ну что, где он? Ты в конце дубля забыл закрыть дверь. Точно. Вы просто мне так давно не напоминали. Ладно, давайте еще дубль. Раньше я играл в одном фильме, а у Эммы и Руперта вообще не было опыта. То есть я слушаю его реплику и захожу. Да. Только представьте, вам десять лет, вы никогда раньше нигде не снимались, и вот вы на съемочной площадке с сотней незнакомых людей. Да, это жестко. Я думала, будет гораздо проще. Думала, снимем там, ну, пару дублей. Хорошо, Руперт, приготовились. Задний план. Мотор. Перед первой сценой я очень нервничал. Никто из нас тогда еще не был опытным. И мы попали в довольно жестокий мир. Мы тогда снимались на реально существующей станции в Гоутленде. И я сильно нервничал. Но, тем не менее, это был очень крутой опыт. Дэн, хватит. Все, идем на другой конец платформы. Дэн, Руперт, вы слышите? В первый день мы пытались сделать глаза Дэна зелеными, так как это важный момент в книге, поэтому Дэн был в контактных линзах. Туда смотри. Но у него появилась аллергия на линзы, и в итоге мы решили их убрать. Хотя поначалу мы попытались с этим справиться. Кстати, в последней сцене, когда он прощается с Хагридом, вы можете увидеть, что его глаза слегка слезятся, и что они немного опухли. Спасибо, Хагрид. И такое чувство, что он вот-вот заплачет. Хотя он, может, и плакал, но виду не подавал. И мы решили отказаться от линзы. И с тех пор у Гарри Поттера голубые глаза. В книге у Гермиона кривые зубы. И мы были одержимы идеей максимального превращения Эммы в Гермиону. Поэтому в финальной сцене у Эммы искусственные зубы. Значит, едем домой, Гарри? Так непривычно. Но когда на следующий день мы просматривали отснятый материал, мы решили, что откажемся от этой идеи. И мы смогли обрезать его таким образом, что вы действительно не можете сказать, что они есть. Но если присмотритесь, то сможете заметить, что в этой сцене у нее накладные зубы. Идем, Гарри. В этом кадре нужно подчеркнуть гигантский рост Хагрида. Поэтому, когда Гарри к нему подходит, нужно быстро поднять камеру над ними. Только после первого съемочного дня я наконец осознал, что играю Гарри Поттера. И тогда я понял, что это все-таки не сон. Все по-настоящему. В самом начале процесса было решено, что фильм должен быть максимально британский. И это имело ключевую роль уже на этапе кастинга. Мы отсмотрели тысячи кастинговых видеозаявок, а потом познакомились с каждым потенциальным ребенком-актером. С каждым, который играл в школьной постановке и хотел сниматься в Гарри Поттере, мы встретились лично. На момент прослушивания мне было около девяти. Я уже была большим поклонником книг, когда по моей школе начали ходить слухи о прослушивании в Гарри Поттере. Они проходили в школе. Мой школьный учитель по имени мистер Хэнкок, который уже уволился, получил, кажется, записку или письмо, в котором говорилось, если в школе есть дети, которые, по вашему мнению, могли бы сыграть в Гарри Поттере, не могли бы вы пригласить их на прослушивание? А потом мне пришлось пройти множество кастингов. Когда я читал книги, я всегда чувствовал связь с Роном. Я смотрел Ньюс Раунд, это детские новости, и там рассказывали, как попасть на прослушивание для фильма о Гарри Поттере. Для этого нужно было прислать анкету и свою фотографию. Ну, я так и сделал, отправил что надо. И вот прошел где-то месяц, а мне так никто и не позвонил. И тогда я залез в интернет и узнал, что один мальчик прислал видео о себе. А еще он там отыгрывал одну сцену из книги. И я подумал, чем я хуже? Сделал так же. И вот тогда уже меня пригласили на прослушивание. А теперь представьте картину. Захожу я в комнату ожидания, а там где-то 20 других рыжих пацанов, очень похожих на меня. Так что это было довольно страшно, потому что я раньше никогда не проходил прослушивание, и надо было как-то выделяться. И вот мы оставили для каждой роли примерно по пятеро детей, которые больше всего подходили. И что касается Эммы Уотсона, она была феноменальной. Камера ее любила. У нее было чувство юмора Гермионы. У нее был хлесткий характер, что нетипично для 11-летней девочки. У нас было несколько кинопроб, где мне нужно было выучить реплики. И я бы не сказала, что они были трудными. Работать с ними было удовольствием. Увидев кинопробу Эммы Уотсон, мы все были согласны с тем, что Эмма идеально попала в Гермиону. С Рупертом, с Роном Уизли произошла такая же ситуация. Он с двух ног влетел в экран, он был застенчивым, но у него была такая чертовски озорная харизма. И было лицо, которое я никогда раньше не видел. То есть он был просто уникальным. Его лицо было богато на эмоции. У него было прекрасное чувство юмора, а также и настоящее чувство души. Он действительно был одним из детей Уизли. И мы все влюбились в его версию Рона Уизли. В общем, мы довольно легко нашли наших Рона и Гермиону. И вот тут мы начали нехило нервничать. Потому что у нас был фильм под названием «Гарри Поттер и философский камень», но у нас не было Гарри Поттера. Мы начали поиски в ноябре 1999 года, еще до того, как у нас появился режиссер. И вот представьте, уже июль 2000-го, нам нужно начать снимать в сентябре, а у нас не было Гарри. Какой же это был стресс. На нас давили со всех сторон. Пресса писала догадки, кто сыграет Гарри Поттера. Каждый день звонили из студии с вопросами, ну че, вы там его нашли. Наш кастинг-директор сходил с ума, пытаясь найти его. И так было бесконечно. И ищем, и ищем, ищем. А его просто нет. После просмотра бесчисленного количества видеозаявок от детей, я помню, как включил фильм про Дэвида Копперфилда, я увидел сцену с Дэном и подумал, у этого ребенка действительно есть потенциал стать Гарри Поттером. Но его родители оказались категорически против. Мои родители сказали нет. Ты знаешь, это слишком большой переворот твоей жизни. Так что, знаешь, Дэн, нет. Мы не можем этого допустить. Однажды вечером я пошел в театр со Стивеном Клофзом. Дэвид Хейман сидел в ряду перед нами на постановке спектакля «Камни в карманах». Я поднял голову и увидел Алана Рэдклиффа, агента по кастингу из ICM, которого я знал. И я сказал, как дела? Норм. А рядом с ним была Марси, его жена. А мальчик рядом был их сыном Дэниелом. Я пошел и сел на ряд перед ними. Я очень мало внимания уделял пьесе. Вместо этого я постоянно оглядывался и смотрел через плечо на мальчика, что сидел позади. И у него была такая особенность, как сказать, взрослая душа в молодом теле. Я заметил, что Дэвид Хейман все время оглядывается на меня. И я подумал, что он замышляет. А потом во время антракта он подошел ко мне, он и Стив Клофс, сценарист, и представились. Мой пап просто сказал, хорошо, может быть. Он воспринял это как знак, типа, я в такие вещи особо не верю, но раз так сложились обстоятельства, значит, это не просто так. И родители пустили меня на прослушивание. И начали. Это яйцо дракона. А, посмотри на меня. Что это? Яйцо дракона. Помню, на прослушивании была сцена про яйцо дракона из первого фильма, и Крис Коламбус разбил макет яйца. О-оу. И рассмешил меня. Кинопроба Дэна была удивительно обаятельной и душевной. И хотя он был неопытен как актер, у него было некое природное обаяние, которое не смог бы повторить ни один профессионал. Если бы вы услышали предсмертный крик своей матери, вы бы никогда его не забыли. Я просто видел это в его глазах в наиболее серьезные моменты. И я думаю, что все мои коллеги почувствовали, что именно этот мальчик и должен быть Гарри Поттером. Отлично. Ко мне в ванну ворвался отец и сказал, что меня утвердили на роль. И я рыдал, сидя в ванне. Почему ты плакал? Ну, конечно же, от счастья. Вот так и образовалось то самое золотое триум. Более идеального состава быть не могло. Как будто те самые персонажи прыгнули из книги. Я взяла эту книгу для легкого чтения. Это легкая? Помолчи! Впервые я встретил Руперта Эму, когда у нас были совместные пробы. Но я все еще не знал, утвердили их или нет. А потом, когда было объявлено, что нас утвердили, мы впервые встретились должным образом. Это Дэн и Руперт в тот день, когда они получили работу. Мы привели всех троих сюда, и они вошли в мой кабинет. Когда мы туда шли, я думал, что это очередное прослушивание. Но они отвели нас в офис продюсера Дэвида Хеймана. Дэвид Хейман пытался объявить это торжественно, пытался подобрать слова. А затем Крис Коламбус просто взял и сказал, «Мы хотим, чтобы именно вы сыграли Гарри, Рона и Гермиону». Я просто стояла и смотрела на них пустым взглядом минут пять, пока не осознала смысл услышанного. Вот так. А потом подумала, «Боже мой! Это, наверное, просто сон! Ущипните меня!» Я охренел просто! Это было так неожиданно! Это был замечательный день! Вот их фотографируют в первый день. Я очень мало об этом помню. Кажется, нас фоткал сам Терри О'Нил. И когда он фоткал нас, он постоянно обращался к нам, типа, «Эй, Рыжий! Тот, что в очках! И девочка!» Потому что тогда вообще никто не знал наших имен. Сейчас я смотрю на эти фотографии и чувствую, будто это другой человек. Какая-то другая девочка. Это так странно. Столько всего, столько всего произошло с того дня. День первый. Ночные съемки на станции Хоксмит. Работая с детьми, вы уделяете им девять с половиной часов в день. Три часа на обучение, час на обед, пятнадцатиминутные перерывы каждый час. Ну и в конечном итоге у вас остается около четырех часов на съемку сцен с детьми. А это не так уж и много. Именно поэтому весь съемочный график растягивается. До этого моя самая длинная съемка длилась одиннадцать недель. А тут это было одиннадцать месяцев. И начали! Я никогда не забуду ту сцену где-то в глуши на севере Англии. Никогда в жизни так не нервничал. Гигантский паровоз, куча прожекторов, сотни статистов и сотни членов съемочной команды. Мы тогда еще подумали, неужели во всех фильмах так? Вот так, серьезно. А оказалось, что фильмы снимают по шесть недель, а мы снимали с девять месяцев. Первокурсники все сюда. Привет, Хагрид. Ого! Я думал, что у детей есть опыт, потому что они казались совершенно спокойными. Ну, в смысле, идти на большую съемочную площадку – это страшно. Особенно, когда тебе по команде надо начать играть роль. Причем, по мере взросления, это не становится менее страшным, особенно в первый день. А они выглядели как крутые ребята. Можешь сказать «Привет, Хагрид» чуть раньше? Как только он говорит «Привет, Хагрид», ты сразу удивляешься. Ну, я думал… Чуть выше микрофон, в кадр лезет. И… начали! Первокурсники все сюда, ко мне! Робби Колтрейн был отличной находкой, потому что мы хотели, чтобы Хагрид играл человек, который может быть крутым и опасным, но в то же время теплым, ранимым и очень забавным. И Робби попал в этот образ. Все за мной, к лодкам! Я всецело был уверен в успехе фильма. Пока создатели верны книги, все будет замечательно. День третий. Первый полет на Метлах. Синхронизируем звук. Итак, класс, добро пожаловать на ваш первый урок полетов. Вытяните правую руку над метлой. Помню, на уроке полета я сказал «мотор», и половина детей начала играть роль, а другая половина витает на небесных кренделях. Нам пришлось остановиться, и я сказал, что «мотор» означает, что мы начали снимать. И я подумал про себя, о боже, это будет очень долгая съемка. Итак, по команде «мотор» начинайте действие. Руперт, чуть-чуть влево. Другое лево. Я не думаю, что кто-то из детей со мной не согласится, что они были крайне неопытны с точки зрения того, чтобы быть на съемочной площадке и сниматься в кино. Им пришлось отобрать много детей для фильма. А Крис и Дэвид были такими же дотошными к кандидатам на роли учеников, как и к другим ролям. Одним из замечательных моментов было прослушивание детей. Мне не нужно было объяснять им характеры персонажей, потому что они знали их лучше, чем я. Я был просто фанатом этой вселенной. Я хотел одеться как волшебник, хотел поступить в Хогвартс, и я мог реализовать это только снявшись в фильме. И я тогда совсем не задумывался о карьере актера. Я просто хотел попасть в мир Гарри Поттера. Когда я только начинал, мы сняли сцену, где метла Невилла взлетает. И я читал это в сценарий, но я понятия не имел, как это будет. У меня никогда не было ничего подобного. Задавай еще дубль, только поменяй руки местами. И помни, смотри вниз, будь искренне напуган, и верь, что ты действительно летишь. На меня и на метлу нацепили специальные крепления. Я летел на этой штуке, словно на каком-то аттракционе. Снято. И они это называют работой, представляете? Теперь снимаем отдельно фон, чтобы наложить Невилла на него. Все выходим из кадра. Помню наш первый день на площадке. Это было в замке Алник, и мы были ужасны. Мы никак не могли сосредоточиться, постоянно баловались. А, помоги мне. Только представьте, что вы работаете с толпой 11-летних детей, которые постоянно бегают, дурачатся. Как мне жаль всех взрослых, которые просто хотели снять фильм. А мы были словно в детском лагере, мы вообще не парились. Так, проверьте крепление. Как жаль, что мы больше не снимаемся в естественных локациях, как раньше. В философском камне и тайной комнате было гораздо больше живых локаций, чем во всех других частях, вплоть до восьмой. Все потому, что изначально у нас были сжатые сроки, и физически не было времени, чтобы построить все декорации. Первым нанятым человеком был Стюарт Крейг, потому что именно он должен был создать этот мир. Честно говоря, моя первая реакция была страх. Я подумал, боже мой, смогу ли я вообще это сделать? И с чего начать? Привлечение Стюарта Крейга было одним из лучших решений наших продюсеров. Стюарт просто гений. Он буквально смог оживить волшебный мир Джоан Роулинг. По сути, это он настоящий волшебник. Когда мы начали снимать серию фильмов о Гарри Поттере, в первую очередь мы познакомились с Джоан Роулинг. И у меня было множество вопросов, тысячи вопросов, которые нужно было задать. Вот это, кстати, план территории Хогвартса, который нарисовала сама Джоан за обеденным столом в отеле. Здесь вы можете увидеть все основные локации. Запретный лес, замок, поле для квиддича, Черное озеро, Хогсмит, все там есть. Это уже полноценный Хогвартс. Без этой нарисованной от руки карты я бы никогда не справился со своей задачей так, как это удалось сделать. Это был самый потрясающий ее подарок. День восьмой. Замок Алник. Бум! Взгляд наверх! Вверх! А теперь вниз! Теперь сюда! Ребята, вы слишком переигрываете. Стоп, мотор. Все, кто работал над фильмом, стремились к тому, чтобы сделать материал не только кинематографичным, но и пропитать его духом волшебства, и к тому же сделать так, чтобы он верно передавал суть книги. Вытяни руку, Дэн, и замри в этом положении! Шон, ты тоже не двигайся! И... начали! Дэвид Хэйман был замечательным коллегой, который тоже был очень увлечен фильмом. Именно поэтому мы так хорошо ладили. Мы не думали ни о чем другом, кроме как о создании отличного фильма. Крис был невероятно добр ко мне. Думаю, он уважал мою страсть к материалу, что я был в проекте с самого начала, он уважал, что у нас с Джо были очень хорошие отношения. Какой-нибудь другой режиссер просто бы отодвинул меня в сторону. В то время я был молодым продюсером, и он мог бы вообще все делать по-своему. Но Крис не такой человек. Он не только прислушивался ко мне, но и поддерживал, и я очень многому у него научился. Снято. У нас с Дэвидом было одинаковое видение фильмов, и оно заключалось в том, чтобы уже с первого фильма максимально и убедительно показать все величие Хогвартса, чтобы это волшебное место стало реальным. Затем уже в тайной комнате вид замка начал понемногу меняться. Да и сами фильмы становились каждым разом взрослее. Задумываясь над тем, как этот мир должен выглядеть, всегда нужно опираться на первоисточник. В книгах говорится, что Хогвартс существует уже тысячу лет. И я сразу начал думать, какие локации взять за референс, где найти здание той эпохи. Таким образом, что-то мы взяли от Оксфорда с Кембриджем, а что-то от великолепных готических европейских соборов. В итоге мы объездили множество старинных церквей и университетов по всей Англии, и на их основе уже создали свой собственный Хогвартс. Но создавая замок таким образом, мы столкнулись с целым рядом трудностей. Потому что нам приходилось смешивать реальные локации со своими набросками. Ведь реальные локации очень часто разочаровывают. Они полны различных элементов, которые совсем не подходят по стилю, к той атмосфере, которую мы хотели создать. Поэтому нам и пришлось смешивать реальные локации с искусственными, что и оказалось в нашей работе труднее всего. И надо признаться, что в некоторых моментах мы потерпели неудачу. И я имею в виду именно внешний вид Хогвартса. Когда мы собрали всё воедино, у нас не получилось создать образ полноценного и уникального замка. В разных сценах не было чувства целостности. Нам нужна была более эргономичная модель замка. И поэтому с каждым последующим фильмом мы постепенно улучшали некоторые элементы замка, строили новые декорации. И вот тогда мы смогли убрать часть реальных локаций. Таким образом, мы смогли отказаться от замка Алники с первой части. Стюарт буквально перестроил Хогвартс. По мере того, как фильмы развивались, я думаю, они стали ему больше нравиться. Руперт, подними голову. Дэн, глаза шире. Он уехал. Смотри на друзей. Это касается флософского камня. Говори чуть быстрее. Выше голову. Глаза шире. Она только что сказала тебе, что он уехал. Мото! Он уехал? Это очень важно. Еще раз смотри на друзей. Он ушел. Выше голову. Выше. В первые дни необходимо было найти к ним подход. Заставить их хоть как-то проживать эмоции в кадре. Потому что, простите, но они были просто деревянными. Грис, а можно мне в туалет? Это намного сложнее, чем все думают. Одновременно происходят 50 миллиардов триллионов вещей, которые нужно держать в голове. Правильно держаться в кадре. Правильно произносить реплики. Думать о том, чтобы правильно падал свет, чтобы на лице не было уродских теней. Дальше продолжать. Он уехал? Уже? Но это же очень важно. Это касается философского камня. Давай еще раз. Голову выше. Новость, что он уехал, это самое худшее, что может быть. Считай ты покойник. Во время съемок первого фильма я всегда шутил. Может, Крис вместо них и сыграет? Потому что все действия детей в кадре были проекцией того, что он для них и воспроизводил. Больше экспрессии. Он ушел, но это важно. Приготовились. И пишем с момента он уехал. Да, и начали. Он уехал, но это очень важно. Это касается философского камня. А не делай паузу между это касается и философского камня. Глаза шире, больше экспрессии. Начали. Он ушел. Крис-то классно с ними справлялся. Ему часто приходилось говорить, подними голову, Дэн. Голову подними, Дэн, еще выше. Руперт, перестань улыбаться. Не улыбайся. Эмма, посмотри сюда. Ребят, вы должны смотреть друг на друга, после он ушел. Хорошо? Ладно. Кто-то сказал, что разница между детьми и детьми на съемочной площадке в том, что дети на съемочной площадке действительно делают то, что вы им говорите. Хагрид встретил не незнакомца. Это был Снэк. И я уверен, он знает, как пройти мимо Пушка. Жаль, Дамблдор уехал. Добрый день. Алан Рикман был настолько великолепен, что я был в шоке. Осторожней. Все подумают, что вы обдумываете дело. Мне постоянно приходилось себе напоминать. Это всего лишь фильм. Это всего лишь фильм. Все не в заправду. Алан был очень пугающий. Здорово. Алан Рикман для меня всегда был Снэгом. Джон Роулинг показал мне несколько ранних рисунков. Она сделана бросок Снэга, и он выглядел в точности как Алан Рикман. Поначалу он не хотел соглашаться, так как в прошлом уже играл злодея подобного типа. И он не хотел, чтобы его запомнили только в этом эмплуа. В итоге Дэвид и я пригласили Алана на ужин, чтобы убедить его, что он должен сыграть эту роль. И я помню, как мы ехали по Лондону. Дэвид за рулем, Алана на переднем сидении, а я сзади. И Дэвид чуть не попал в аварию. И я сказал, Дэвид, не убивай нас, пока Алан не сказал нет. Я так шутил, потому что не верил, что он скажет да. Но почему-то через два дня он вернулся и согласился на роль. Как будто у меня был выбор. Множество моих крестников, племянников и племянниц сделали это выбор за меня. Вы бы слышали, как они орали. Он знает, как пройти мимо пушка. Жаль, Дамблдор уехал. Добрый день. Когда вы смотрите этот фильм, вы не видите тонны запоротых дублей и месяца упорных трудов. Вы просто видите двух маленьких мальчиков и одну маленькую девочку в центре сюжета. И если они не будут убедительны в кадре, то фильм не будет работать. Дэн, помнишь ту сцену? Держи голову выше. Руперт, не улыбайся. Эмма, не задирай голову вперед. Мотор. Проблема первых дней, особенно это касалось детей, заключалась в том, что все были в восторге от пребывания на площадке. Даже когда нужно было сыграть серьезную сцену, дети не переставали улыбаться. И начали. У нас с Дэном проблемы со смехом. Я помню, как в первой части Алан Рикман сказал мне сделать лицо попроще и ни о чем не думать. Простите. Стоп. Извините. Не особо получалось, если честно. Ну, он пытался. Дубль 10, камера А. Камера Б. Камера В. Готовы? Приготовились и начали. Поначалу мы могли делать по 10 дублей. И если нам везло, мы добивались желаемого. Стоп, Эмма. Что? Что я сделала? Потом дети пошли в школу, и мы рисковали не получить желаемый материал. Поэтому мы стали писать сразу на три камеры. Камера А. Итак, ребята, вы не должны знать, что она к вам сейчас подойдет. Не думайте об этом. Продолжайте читать. Дэн, ты читаешь? Да. Мне было важно, чтобы на каждом из них всегда была камера, потому что иначе, если один из них запорит дубль, не будет естественным или посмотрит в камеру, придется переснимать, даже если остальные справились хорошо. Слушайте ее с интересом. Рупер, ты не должен смеяться, когда узнаешь, что Гарри потенциально может убить Снэк. И ключевую роль сыграл оператор Джон Силл. Как раз он координировал все эти камеры, потому что никто не знал, когда дети родятся эмоции, которые мне были нужны. Создатель философского камня. Ребята, не лыбьтесь. Так что, если вы посмотрите на первый фильм, вы увидите, что там много очень монтажных склеек. Другими словами, мы постоянно клеили крупный план ребенка на крупный план другого ребенка. Мы просто не могли идеально заснять всю сцену разом. Так что метод Джона снимать тремя камерами очень сильно помог мне. Я просто брал удачные фрагменты из разных дублей, что вообще для меня нетипично. Это чисто документальный стиль. Но Джон знал, как сделать это круто. Я всегда восхищался его работами. И я был очень рад, что мне выпала возможность поработать с ним. И начали! Мы с Крисом сразу договорились, что в кадре надо максимально передать магическую атмосферу Хогвартса. Ну и, конечно же, приключения внутри него. Мы хотели драму, описанную в книгах. Мы не хотели отходить от этого. Мы не хотели делать фильм слишком глянцевым и поверхностным. Был очень тонкий баланс между созданием реалити-фильма и волшебного фильма. И надеюсь, что у нас получилось. Успели! Итак, ребята, я хочу, чтобы все сосредоточились на профессоре МакГонагал. Слушайте все, что она говорит. Нам нужно было передать, что МакГонагал довольно строгая женщина, но при этом она чуткий и добросердечный человек. Именно такой была Мэгги. Она живой в воплощении МакГонагал. Мэгги пошла. Впервые она появляется, когда встречает учеников и выглядит пугающе. Она даже производит впечатление на съемочную группу, потому что она такая умная и блестящая. И дети тоже это чувствовали. С ней они были очень послушными. Все должны смотреть на нее, трепетать перед ней. Надо признаться, Мэгги привнесла в свой образ много классных идей еще на первой примерке. Она хотела быть шотландкой. У нее было шотландское имя. И за референс при создании ее шляпы мы взяли шотландский берет, который слегка заваливается в одну сторону. И это была ее идея. Все ее идеи были отличными. Приготовились. Начали. Я стремилась, чтобы дети выглядели как студенты классической британской школы-интерната. Как ни странно, Роулинг сказала, что у детей не должно быть школьной формы, только мантии. В итоге мы провели смотр Рэдклиффа в обычной одежде, в мантии волшебника и школьной форме. И все выбрали форму, потому что эстетически она выглядела намного красивее. Симус, делай маленький шажок вправо. Хорошо, превосходно. Офигенно. Дэн, ты меня видишь? Нет. Я здесь, клянусь. Я верю. Я не из того хотел выглядеть менее современным. Потому что я хотел, чтобы у фильма была некая вневременная атмосфера. И на этапе примерки я увидел этих маленьких, очаровательных, классических английских школьников. И они выглядели просто великолепно. Голову выше, Дэн. Все готовы? Руперт. Да. Приготовились и начали. Это правда? Что говорили в поезде? Сам Гарри Поттер пожаловал в Хогвартс. На тот момент Том Фелтон был самым опытным актером. Из детей я имею в виду. Это Крэп и Гойл. А я Малфай. До этого я снимался в нескольких фильмах, и в Гарри Поттере я оказался только по совету моего агента. До съемок вы читали книги? Я понятия не имел, куда иду. Вообще не слышал о Гарри Поттере. Я просто пошел на прослушивание, а там одни фанаты книги. Я помню, нам задали вопрос, что вам больше всего нравится в книге. Нас там было семь человек на эту роль, все сразу начали перечислять. А я такой притих, и парень рядом сказал, мне больше всего нравится этот тролль. А я такой, да, мне тоже больше всего нравится, они такие клевые. И тогда Коламбу сразу раскусил мой трындеж. Кто знает, может поэтому меня и взяли? Это вполне духи Малфая. В какой-то момент, когда мы искали актера на роль Гарри Поттера, я подумал, может взять Тома Фелтона? А что, сделаем грим, нарисуем шрам, наденем темный парик, вот тебе и Гарри Поттер. И мы попробовали Тому в роли Гарри в разных ситуациях, но мы лишний раз убедились, что он больше подходит для драка Малфая. Из всей книги я бы предпочел быть Малфаем, чем кем-либо еще, потому что я люблю играть злодеев. День 22, аудитория зеркалом ей належь, аббатство Лакок. Снова вернулся Гарри. Перед моей первой сценой с Ричардом Харрисом он подошел и представился. Сначала было довольно страшно, потому что с ним раньше работало столько людей. И когда мне рассказывали, какой он крутой, я такой, ну и ладно. Но когда мы встретились на съемочной площадке, я такой, ага, я действительно чувствую себя неловко. Обойду-ка я отсюда. Мне не нужна мантия-невидимка, чтобы стать невидимым, Гарри. Когда пришло время выбирать Дамблдора, нам нужен был образ отца. Но при этом, чтобы он был озерным, и в его глазах был этот огонек. И мы решили, что Ричард будет идеальным Дамблдором. Хочешь совет? Кстати, так сложилось, что Ричард – мой крестный отец. Мой папа был его агентом и лучшим другом. Так что Ричард оказал большое влияние на становление моей личности. И он был тем еще чудаком, в хорошем смысле этого слова. По-настоящему ярким человеком. Именно таким, каким бы вы и хотели видеть Дамблдора. Оно показывает… Сокровенные… Самые сокровенные желания наших сердец. Хе-хе. Молодец, Ричард. Я помню, как мы с Хэйманом ходили ужинать с Ричардом. И он не хотел играть эту роль. Должен признаться, мне потребовались месяцы, чтобы сказать «да». Я не очень-то был заинтересован в этом. И даже мои уговоры его не убедили. Хотел бы я обладать такой силой убеждения, но его переубедил не я. Дело в том, что его внучка Элла читала книги. Моя внучка позвонила и сказала «Деда, ты чё? Если ты не сыграешь Дамблдора, я больше никогда не буду с тобой разговаривать». И я сказал «Хорошо, сыграю, не урчи». Она помешана на Поттере. Но надо признаться, и я со временем полюбил книгу. Красиво написано. Красиво составлены диалоги. Я вижу, что ты, как и многие до тебя, открыл для себя прелести зеркала Гейна Леш. При поисках сценариста нам нужен был кто-то, кто мог бы уловить и передать стиль Джоан Роулинг. Я разосла книги нескольким сценаристам. У меня как раз было вроде семь экземпляров самого первого издания «Гарри Поттер и философский камень». И эти книги так и остались у этих сценаристов. Каждая из этих книг сейчас стоит около 25 тысяч долларов. Так что, получается, тем ребятам, которые пролетели, так или иначе заплатили. Мы наняли Стивена Кловза, который на тот момент был необычным кандидатом. Поскольку он никогда не писал о семейных приключениях как таковых. Но он был писателем, которого я любил. Ну и... И в итоге он блестяще адаптировался. Написание сценария для первого фильма – это, наверное, самая сложная вещь, которую я когда-либо делал. Потому что люди очень хорошо знакомы с книгой. И нужно было добиться такого соответствия с книгой, чтобы они не чувствовали себя обделенными и обманутыми. Джоан Роулинг, Стив Клоус, Дэвид Хейман и я вместе работали над этим сценарием. Мы сели и прошлись по сценарию страницы за страницей до самого конца. И в итоге фильм, который еще представлялась снять, постепенно начал обретать форму. Джоан Роулинг была моим самым идеальным коллегой. Потому что с самого начала она меня очень поддерживала и понимала, с чем я имею дело. И знаете, в течение примерно полутора лет мы переписывались друг с другом по электронной почте. С ней было очень комфортно работать. Она уделяла мне очень много времени. С радостью отвечала на мои многочисленные вопросы. Но иногда, признаться, она выносила мне мозг. Ну, это же серия книг. И многие вещи она держала в тайне. Типа, я не могу этого сказать, это раскроется в седьмой книге. Но ты мыслишь в правильном направлении. Кажется, как раз, когда мы снимали первый фильм, Джоан Роулинг показала нам рукописный вариант четвертой книги. И она просто отдала его Стиву Клоусу. Мы сели в самолет, и Стив только тогда осознал, «Боже мой, я держу новую часть в единственном экземпляре!» Он прямо вот так вот переживал. Это Стив в первый рабочий день в номере отеля «Мандарин». Выглядит намного моложе, чем сейчас. А сзади Крис говорит по телефону. И это был первый. Да, это был наш первый рабочий день. Боже, Стив действительно выглядит моложе. Я покажу ему это сегодня. Мы сейчас работаем над сценарием «Даров смерти 2». Итак, я типа произношу реплику Хагрида, и сразу реакция Гоблина. Начали. А у мистера Гарри Поттера есть ключ? В первом фильме мне особенно запомнилась сцена, где должен был появиться Рэдклифф, желая получить доступ к своему хранилищу. И Коламбус хотел, чтобы Дэн был искренне шокирован. Дэн, ты подходишь к стойке и видишь. Ну, в общем, то, что ты видишь, должно тебя напугать. Камера-мотор. Но Дэна на самом деле ничего не смутила. И Крис сказал мне, в следующем дубле, когда ты наклонишься, заставь его подпрыгнуть. Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю! У мистера Гарри Поттера есть ключ? Хорошо, стоп. Но он вообще не испугался. Он просто расхохотался. Я же говорил, ты должен испугаться от увиденного. День двадцать седьмой, всё пропало. Ну что ж, мы пытались. Меня тогда изменили до неузнаваемости. Большие уши, нос, очки, зубы, контактные линзы. У этого персонажа ничего от меня не осталось. Об этом позаботились Ник Датман и гримерский отдел в целом. В самым трудным фильмах по Гарри Поттеру определенно были гоблины. И самая большая проблема в том, что большинство дизайнов гоблинов уже были реализованы. И если вы хотите создать абсолютно уникальный образ, то с каждым этапом простор для творчества становится более скудным. Поэтому мы решили, что сделаем основную ставку на их характере. Сначала мы сделали каждого персонажа интересным. И только потом мы их гоблинизировали. Мы не хотели, чтобы они просто были причудливыми существами. Они в первую очередь должны были быть личностями. Затем мы решили, что будем делать все детали из силикона. Но это было немножко рискованно. Силикон на тот момент был еще довольно сомнительным материалом. По нему было много вопросов. А вдруг он какой-то токсичный? Я не был тогда уверен. Теперь же это очень распространенный, надежный и наиболее предпочтительный материал. Но это был один из первых случаев, когда мы его использовали. Были моменты, когда у нас что-то не получалось. Но мы быстро разобрались и многому научились. Я был очень доволен тем, как получились гоблины. Потому что они очень хорошо вписались в эту сцену. И сделали ее более убедительной. Хагрид, а что это за существа такие? Хорошо, он говорит свою реплику, ты бросаешь его в чулан. Закрываешь дверь, наклоняешься к решетке и говоришь, никакого волшебства не существует. Ты закрываешь решетку. Крис Коламбус хотел сделать акцент на том, как сильно Гарри несчастен в этом доме. А потом стекло исчезло, как по волшебству. Никакого волшебства не существует! А чулан под лестницей был еще более удручающим. Еще больше подчеркивает это уныние гигантская лондонская агломерация, в которой живет Гарри. И лучше всего это чувство передается через однотипные, обезличенные современные дома. Вон сова! Сымай ее! Тисовая улица должна была казаться этим подлым, ужасным местом. И поэтому мы специально искали место, которое казалось, что убьет любой творческий потенциал или оригинальность у всех, кто решит там поселиться. Какое-то время мы снимали это в реальной локации, и очень сложно было снимать кадры с летающими совами. И мы быстро поняли, что не сможем добиться то, чего хотим, если будем продолжать натурные съемки. Так что мы продолжили съемки уже на студии. Для этого мы построили свою Тисовую улицу, скопировав даже мелкие детали. Всего мы построили по пять домов с каждой стороны. И при помощи нехитрой дорисовки на компьютере их можно размножить хоть до горизонта. Собственно, как раз такой запрос был у Криса, чтобы Тисовая улица была бесконечно удручающей. И эти декорации мы использовали на протяжении всех фильмов. Создавать дом на Тисовой улице было весело. Мы очень долго искали самые уродливые диваны, самую ужасную плитку для кухни фасады, а на стены мы повесили самые безвкусные картины. Также мы разрабатывали самые бессмысленные награды Датли. Например, заплавание на четверть длины Олимпийского бассейна. Ну, то есть на очень короткой воде. Когда я получил ролик, визитчики попросили, чтобы я принес из дома свои детские фотографии. И я принес. Причем столько, что все обалдели. Там даже были фотки с моим первым велосипедом. По ним можно было всю мою жизнь документировать. И они были просто повсюду. Вы его тащите за ухо, и уже в доме Гарри говорит свою реплику. Ты помнишь свой текст? Ты даже не слушаешь. Ты снова думаешь о той подушке-пердушке. Сложнее всего было сниматься с совами, потому что совы совсем не актеры. Было несколько сцен, где я должна была смотреть на сову, а сова на меня. А совы смотрели в камеру, потому что она приближается, и сова такая, о, какая интересная штука. Гораздо интереснее, чем та тетка. Так что в итоге на фартук мне повесили дохлых мышей. И вот тогда уже совы стали смотреть прямо на меня. Я запрещаю тебе сниматься в этом фильме. В общем, сниматься было очень весело. К тому же мы постоянно дурачились между съемками. Меня зацензурили. Не надо! Не сжигай мое письмо! Нет! Это был первый раз, когда я работал с Фионой. Хотя сейчас мы словно старая супружеская пара и общаемся по сей день. Дэн, глаза шире, голову выше. И в этот раз кричи гораздо энергичнее. А также стучи ладоню по стеклу. Приготовились и начали. Ну где ты там? Не сжигай мое письмо! Чётче! Не сжигай мое письмо! О! Глаза расширились. Снято. Эй, Крис, скажи детям, чтобы они сильно удивлялись, глядя на потолок. Я должен видеть это на их лицах. Как войдете, отыгрывайте удивление. И начали! На потолок смотри! Двери пошли! Когда я впервые вошла в этот зал, я просто не поверила своим глазам. Настолько было красиво. Это просто волшебное место. И снято! В самом начале процесса мы собирались снимать большой зал также где-нибудь в реальной локации. Крайстчордж колледж в Оксфорде – это отличный зал. Это отличное место для вдохновения, но, к сожалению, не для съемок в нем. Поэтому мы построили свой большой зал с Блокджеком и… И когда я узнал, что съемки будут в студии, я подумал, как они вообще себе это представляют? Это же каких он должен быть размеров? Мы долго обсуждали масштабы большого зала. Джон Роулинг расписал, что там должно помещаться порядка 900 детей, которые должны там одновременно кушать, и мы поняли, что это просто невозможно сделать. И мы сократили габариты зала, что там могло бы поместиться максимум 400-500 детей. И все равно получился просто громадный зал. Я скажу раз, два, три, и появляется еда! Приготовились! Раз, два, три, начали! И казалось бы, что это какая-то магия, которая никак не вписывается в реальный мир, но на экране это выглядит убедительно. Будто магия вполне вписывается в существующие законы физики и становится чем-то естественным. И вот ты видишь, как стол наполняется едой, и ты веришь в это. Большинство декораций были сделаны из полистирола, искусственной древесины и прочего. Но многое из того, что находится в большом зале, сделано из натурального дерева и камня. В большом зале повсюду горел настоящий огонь, чтобы там было ощущение тепла и волшебства. Камера Д и Е. Камера поехала! Однако, летающие свечи оказались тем еще решением, потому что мы с какого-то рожна решили сделать их настоящими, вместо того, чтобы использовать CGI-графику. И поэтому у нас над столами висели сотни летающих свечей на тонких лесках. Их всех нужно было зажигать перед каждым дублем, и все они были завязаны на хитроумной конструкции, чтобы казалось, что они парят. Это не настоящее небо. Просто потолок заколдован, будто его и нет вовсе. Я читала об этом в истории Хогвартса. Нам удалось сделать пролет камеры таким образом, чтобы не было видно, на чем держатся свечи. Когда мы осматривали материал, все в монтажке аплодировали. Все благодаря Джону силу. Это было настолько невероятно, что и не нужно было ничего отыгрывать. В общем, ребята, это уже будет последний дубль. Нужно сработать идеально. Сосредоточьтесь на потолке и выдайте очень яркие эмоции, а то уже обедать пора. Тише, пожалуйста. Будь готова. Я хочу увидеть твою великолепную улыбку. Во время съемок сцен с таким количеством людей очень сложно организовывать перерывы. Сначала все полчаса выходят, а потом еще полчаса рассаживаются. Кто с четырнадцатого стола? У нас одиннадцатый. А с четырнадцатого где? Я чрезвычайно поражен уровнем организации и особенно контролем детей. Как вообще можно собрать сотни детей в одном помещении, не устроив тотальный хаос? А тут даже никто не ныл. Да и вообще они были довольно заинтересованы процессом и показали отличный результат. А я напомню, что их там было триста человек. Попрошу тишины. Дэн, сделай шаг назад. Рупер, чуть ближе. На камере фокус поймали? Крис руководил съемками в большом зале, когда там было порядка трехсот пятьдесят детей. И при этом со всеми детьми он общался на равных. Очень легко. Как будто они были знакомы всю жизнь. Так, пишем звук. Все понял? В общем, расслабься. Расслабься. Я в шоке с него. Если бы я им был и вокруг меня бегало сотни детей, я бы сорвался на них. А он все время сохранял клонокровие и был мил со всеми. Ты напуган, ты не знаешь, что тебя ждет. Он помогал нам на протяжении всего фильма. Благодаря ему я научился очень многому. И именно он сформировал меня как актера. Все понятно? У Криса был такой огромный энтузиазм. Это то, что было очень необходимо в первых двух фильмах. Если бы мы попали на какого-нибудь другого режиссера, наши карьеры могли закончиться, так и не начавшись. И снято! Когда мы начали поиски режиссера, мы поговорили с несколькими действительно прекрасными режиссерами. Даже Стивен Спилберг проявил интерес. Это было для меня весьма примечательно. Но в итоге он оказался занят в нескольких других проектах. И он решил заниматься ими. Когда я читал книгу, ажиотаж вокруг нее только зарождался. Я позвонил своему агенту и сказал, «Знаешь, мне бы очень хотелось снять фильм по этой книге». Я прям почувствовал, что это мое. Я увидел этот фильм в своей голове, когда читал первую книгу, и агент сказал, «Тебе придется встать в очередь. Есть около 50 других режиссеров, которые хотят сделать то же самое». И я такой, обошеломлен. Я просто тогда даже не думал о конкуренции. Ну и потом она раздобыла список моих конкурентов, и я подумал, нет, просто ни единого шанса, чтобы я получил эту работу. Там были Боб Райнер, Стивен Спилберг. В том списке были все, и агент мне говорит, «Уорнер Бразерс хочет взять у вас интервью». Крис прибыл на встречу со сценарием. Он потратил две недели на черновой сценарий, просто потому что вдохновился этим. И мы тогда просто обалдели. И он действительно продумал, как он хочет подойти к этому. В мелких деталях. Думаю, что в тот момент они поняли, что я очень, очень серьезно отношусь к этому материалу и заинтересован в создании великолепного фильма по нему. Мы пообщались со многими режиссерами, и в конечном итоге выбрали человека, который обеспечит комфорт на съемочной площадке, а также этот человек, который больше всего увлекался материалом. И этим человеком был Крис Коламбус. Из всех кандидатов он оказался безусловным фаворитом. Мне позвонил один из руководителей и сказал, «Ты наш парень, тебе, по сути, по пути с нами». И это был поистине волшебный момент. После чего я зашел на кухню своего дома и сказал жене, «Я получил работу в Поттере, мы переезжаем в Лондон». Это Крис с гримирующимся Деном и с маленькой дочкой. Небольшой факт о Крисе. Я бы сказал даже безумный факт о Крисе. В период подготовки к съемкам его семья еще жила в Сан-Франциско. И он летал каждую пятницу в Сан-Франциско и возвращался в понедельник утром. Потому что он чувствовал, что для него важно провести выходные со своими детьми. Довольно похвально, как по мне. И вот, что с ним сделал такой режим. Вот дверь. Идите, ребята, все вместе, все вместе. Моя любимая локация та, что с шахматами, как ни странно. Здесь так здорово находиться, особенно когда зажигается огонь. Ты должен сказать, вот дверь. Наверное, мой самый любимый элемент художественного оформления Стюарда Крейга – это гигантские шахматы. Как же я люблю такое внимание к деталям. Как их внешний вид в целом, они выглядели так, будто бы сделаны из настоящего камня. Я хотел забрать их всех домой и поставить в своем офисе в Сан-Франциско. Настолько они классные. Вы, конечно, ребят, не обижайтесь, но ни один из вас не умеет играть в шахматы так же хорошо, как и я. Отлично, супер. Да что ты там умеешь? Так, ребят, пробуем. Это была одна из моих любимых сцен в книге и фильме, потому что Рон жертвует собой ради друзей. Просто скажи нам, что делать? Ну что ж, Гарри, занимай свободную клетку слона. Так, Гермиона, ты будешь правой ладьей. А что касается меня, я буду конем. Это звездный час Рона. Первый раз, когда он берет все в свои руки. И он жертвует собой ради друзей. Для меня это были яркие впечатления, особенно когда я залез на коня. И самое крутое, что фигуры на самом деле взрывались и осколки летели в разные стороны. И я даже стырил со съемок один осколок. Кажется, как раз часть лошади. То есть, когда они… Я… я могу пройти. Так, можно я тут немного? Это, безусловно, была одна из моих любимых сцен в фильме, потому что эти шахматы – настоящее произведение искусства. И нам удалось заснять это максимально круто. Как только я сделаю свой ход, королева уничтожит меня. Но ты тогда сможешь поставить мат. Руперт был очень хорош. Это был мощный момент. Гарри, занимай свободную клетку слона. Мы снимали эти кадры уже практически в самом конце. И в тот момент дети уже начали проявлять себя как актеры. И они смогли выдать великолепную актерскую игру. Пусть только скажет, что делать. Свет, камера, мотор. Еще мне нужна будет палочка. Палочка? Это тебе Калевандеру. У него лучшие палочки. Мы чувствовали, что косой переулок должен выглядеть в стиле Чарльза Диккенса. И мы начали думать, а есть ли такое место в Лондоне, которое похоже на косой переулок. Но реальность была такова, что ни одно из мест нам не подходило, потому что все они были слишком современные. Потому что там обязательно будет какой-нибудь телефонный магазин. Или другой современный магазин, что по сути частично можно исправить, но никто же не даст тебе переделать магазин полностью. И таким образом эту локацию нам пришлось построить с нуля. И Стюарту удалось сделать иллюзию гигантского размаха. Будто этот переулок бесконечен. Как вы видите, переулок заканчивается зеленым экраном. Потому что, читая книгу, вы представляете себе огромную локацию с кучей магазинов. Для съемок этой локации нам вполне достаточно. Но в самом фильме ее надо значительно продлить. Обратите внимание, сколько здесь продуманных деталей. А также как мало вертикальных линий. Этот переулок в прямом смысле косой. Сделать переулок в стиле Чарльза Диккенса, думаю, было самым сложным испытанием. В первом фильме у меня была абсолютно одержимая помощница. Она была глубоко увлечена Гарри Поттером. Она помогла мне сделать косой переулок по всем канонам. И мы взяли все имена собственные из книги и добавили несколько своих в таком же стиле. О, Дженни, не хочешь немного поработать наверху? Вы вряд ли заметите это в фильме, но в каждом магазине был продавец, который был стилизован в духе его магазина. Там был волшебник-аптекарь, там был волшебник-кондитер. И когда мы впервые увидели всех этих персонажей в косом переулке, в их костюмах среди великолепных декораций, у всей нашей команды были широкие улыбки. Джон, у тебя хороший ракурс. Да вообще отличный. Ты боишься взять эту палочку. Я хочу увидеть твой страх. И начали. Я думаю, магазин волшебных палочек Оливандера хорошо передаёт эту атмосферу. Он был максимально плотно проработан. И я думаю, что появление Джона Хёрта на движущейся лестнице было максимально органичным. Здравствуйте. Я въезжаю в кадр на лестнице, которая движется по книжным полкам, и смотрю сверху вниз. И это был просто эпичнейший кадр. Ни один актёр не мог мечтать о более крутом появлении в фильме. А я думал, когда же я вас увижу, мистер Поттер. Джоан Роулин как раз пришла в косой переулок во время съёмок. Ей интересно было посмотреть на декорации. И она была в полном восторге. Когда она зашла в косой переулок, у неё были слёзы на глазах. Только представьте, когда-то всё это было только плодом её фантазии, а теперь этот переулок существует в реальности. Отличная работа. А если использовать начало одного кадра и конец другого? И начали! Если бы миллиону человек, среди которых есть Джоан Роулинг, поставили задачу придумать квиддич, то она бы сделала это лучше остальных. Ведь когда я читал это, я думал, как круто, но почему не я это придумал? Это не важно. Если я возьму начало первого дубля и конец четвёртого, будет отлично. Для меня квиддич был вызовом, потому что это новый вид спорта. И нужно было во всех тонкостях понять, как он устроен. Я провёл много часов с Джоан Роулингом, изучал правила, записывал их, у меня есть блокноты с правилами квиддича, и основная сложность моей задачи заключалась в том, чтобы обычный зритель с лёгкостью мог в этих правилах разобраться. А затем возникла и вторая сложность, как воплотить этот квиддич в жизнь. И это было очень трудно сделать из-за нехватки времени, потому что в этой сцене важную роль играли декорации, но их не удалось построить и вовремя. Некоторые из этих эпизодов были перенесены в конец нашего расписания, и только потом мы осознали, что у нас остаётся гораздо меньше времени на постпродакшн, чтобы нарисовать всё это на компьютере. Это был необычный фильм, мы делали его 9 месяцев. К тому времени всё остальное было снято, и квиддич был будто отдельным фильмом внутри фильма. Съёмки шли чуть ли не до самого выхода в прокат. Мы были между молотом и наковальней, потому что съёмки начались только в июне, а закончить их нужно было уже в октябре. Сначала мы сделали компьютерную анимацию всего матча, и только потом уже начали снимать кадры с актёрами. На съёмках мы говорили, сейчас мы снимаем вот этот кадр. И нужно, чтобы актёр двигался точно так же и закрывал с собой свою анимацию. И самое сложное, что нам нужно было сначала монтировать сцены фильма, и только потом уже подгонять съёмки под готовый монтаж. То есть всё наоборот. В наше время всё это делается элементарно, но тогда мы были чуть ли не первопроходцами этой технологии. Это одна из моих любимых Шекстенд фильмов. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и сделать её снова, я бы вернулся в прошлое и сделал бы её снова. И в этот раз я бы потратил на неё гораздо больше времени. И в этот раз мы бы сделали ещё более крутые визуальные эффекты. Гриффиндор побеждает! Фильмы редко снимают последовательно, и это может вызвать некоторые проблемы. Особенно с маленькими детьми, которые растут довольно быстро. И при внимательном просмотре вы можете заметить разницу в Дэниеле Рэдклиффе, который в соседних сценах то старше, то моложе. И что ещё хуже, так это то, что его голос каждым днём становился всё глубже. Напряжение на стыке выпуска первого фильма с началом съёмок второго было бешеное. Сюда же накладывались взрослеющие актёры, которые вот-вот обгонят возраст своих персонажей. И мы не могли затягивать со съёмками тайной комнаты, чтобы лучше подготовиться. Иначе в будущих фильмах подростков будут играть уже взрослые дяди и тёти. Так что задача заключалась в том, чтобы хорошо подготовиться к съёмкам тайной комнаты, одновременно с этим делая постпродакшен философского камня. При этом, чтобы он был классным и длился менее трёх с половиной часов. Коллеги, обратите внимание. Мне нужно, чтобы струны начали затихать со вступлением духовых. Самое сложное в постпродакшене фильма такого масштаба заключается в том, что в монтаже всё время происходят какие-то изменения, пока оркестр уже записывает композиции. Нужно добавить ещё один акт в партитуру для скрипки. Здесь струнные должны звучать чуть-чуть подольше. У нас постоянно менялись условия, и очень трудно было поймать баланс между звуком фильма, музыкой и видеорядом. Часто приходилось работать вслепую. Но лучшего результата мы добивались, когда нам давали готовые отрывки фильма, и мы могли понять, как всё это будет сочетаться в итоге. Приготовились по моей команде! В итоге Джон взял за основу раннюю и более длинную версию фильма и работал по ней. Ему проще было записать более длинные композиции, чтобы было из чего выбирать. И однажды мы показали режиссёру длинные версии сцены, когда дети плывут на лодках по озеру. И Крис просто повернулся ко мне и сказал, «Вы должны вернуть этот вариант в финальный монтаж». А мы как раз и сократили эту сцену, потому что считали её не динамичной. Но мы-то монтировали её без музыки. Кто же знал, что с музыкой она будет выглядеть вот так? Гениальность Джона Уильямса заключается в том, что он создаёт шедевры из каких-то шести-семи нот, но так, что вы запомните эту мелодию навсегда. И по тем первым нотам из саундтрека Гарри Поттеру, которые вы можете услышать где угодно и по сей день, вы прекрасно понимаете, откуда эта музыка, и можете угадать её с трёх нот. И я очень доволен Джоном Уильямсом. У меня эта работа вызвала особую радость, в том числе и в профессиональном плане, потому что теперь, выступая симфоническими оркестрами в любой точке мира, мы можем начать играть музыку из Гарри Поттера, и к ней никто не будет равнодушен. Удачи, Гарри Поттер. Думаю, что в условиях нехватки времени я выдал максимально качественную картину, которую только мог на тот момент. И знаете, меня даже кассовый сбор особо не беспокоили, так как люди, без сомнения, пойдут на это. Вопрос только в том, понравится это им или нет. И это волнение было значительно, потому что я знал, что если я потерплю неудачу, если моё видение фильма не оправдается, если сама картина не оправдается, если подбор актёров и всё, за что отвечал, не понравится людям, если я хоть где-то сильно ошибусь, то вся франшиза будет мертва. Чего вы больше всего ожидаете от выхода этого фильма? Премьеру. Хочу ощутить себя звездой. Первая премьера была сумасшедшей. Это был первый раз, когда мне пришлось наряжаться для гламурной тусовки. И мой внешний вид был максимально кричащий. Буа из перьев. Это было действительно странно. Но мне понравилось. Это было весело. Это было началом всего. Премьера была невероятной. Просто слов нет. Эх, было же времечко. Извините, а можно ваш авторов? И вот тут ещё. Премьера для них была очень важным моментом. Я помню, как сидел на балконе, и зал просто взрывался аплодисментами. Люди аплодировали стоя. Это был настоящий... Вот можно скажу как есть? Это был настоящий фурор. Я никогда не видел столько эмоций. И получается, что мы выпустили фильм в пятницу, а в понедельник уже снимали «Тайную комнату». Так что времени на то, чтобы упиваться славой, особо не было. Хотелось, конечно, насладиться моментом, но надо было работать дальше, пока дети не выросли. У нас не было достаточно времени, чтобы осознать свою популярность. Периодически на съёмках к нам кто-то подходил и говорил, «Мы установили очередной рекорд». Но мы были детьми, и мы отвечали, «О, круто, наверное, это круто». Мы не могли всё это осознать. Понимаю. Ну вот, да. Да, это сейчас ты оглядываешься назад и понимаешь, насколько это действительно круто. Я следил за отзывами критиков, многие из них восторгались с фильмом, некоторые называли его посредственным. И мне очень важна эта информация, так как поначалу я не могу объективно оценить свой собственный фильм. И лишь спустя время я вижу, какое на самом деле. И тут я увидел обзор от Роджера Эберта, который поставил фильму максимальную оценку. И это просто изменило мою жизнь, потому что он в основном пишет едкие негативные рецензии, даже на хорошие фильмы. Но «Гарри Поттер» ему понравился. И я подумал даже так, и в тот день я был самым счастливым человеком на Земле. Я знал, что это будет хороший фильм. Но прямо такого масштаба, успеха, я просто не ожидал. Легче всего писать историю, оглядываясь назад. Ну в смысле, я мог бы сейчас говорить, да, я так и знал. Я понятия не имел, как все будет. Я просто делал, что люблю. И я думаю, это самое главное в любой работе. Делать ее на совесть. С любовью. Официально заявляю, что никто другой не смог бы настолько хорошо запустить эту серию фильмов, как это сделал Крис Коламбус. Потому что, ну, прежде чем позволить такому человеку, как Альфонсо Кварон, делать крутые эксперименты, должен быть тот, кто создаст прочный фундамент. И в этой основе лежат и яркие образы, и крутые декорации, и многое другое. И это то, что Крис сделал блестяще. Я испытываю отцовскую гордость, когда вижу, каким они стали замечательными актерами. Но больше всего я рад, что они выросли замечательными людьми. Иногда я хочу вернуться в прошлое. Было бы замечательно снять еще одну историю о Поттере. Потому что это был настоящий, волшебный опыт. В любом фильме продюсер постоянно говорит, я хочу вот так. Но в этом фильме практически всегда в такие моменты я говорил, вау! Крис и Стюарт создали весь этот мир. Крис выбрал лучших детей и лучших взрослых. Он помог нам отправиться в путь. И мы бы не сидели здесь, если бы не Крис. Озвучено студией Киноплейс при поддержке зрителей с Бусти и донатеров на стримах. Отдельная благодарность Дмитрию Козакову и его проекту «Эра кольца». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...